У спортсменов очень плотный график соревнований, поэтому в промежутках между выступлениями они упорно тренируются. Одним необходимо нарабатывать технику, другим восстановиться после мелких травм. Каждый день отличается от предыдущего, потому что мы варьируем и нагрузки, и ОФП, вкрапливаем небольшими дозами, скажем так. И учебная работа идет, и подготовительная, и работа с весом. Каждая тренировка, она, скажем так, не похожа на другую. Поэтому каждая тренировка очень важна. В августе этого года их ждет Челябинск. Там пройдет чемпионат мира по дзюдо. Многие спортсмены именно этот турнир считают по уровню высшей Олимпиады. У меня уже золото Олимпиады, но все равно мотивация есть, потому что уже неоднократно говорили, что у нас дружный коллектив, команда, и просто не хочется выходить с такой команды. Поэтому дальше готовлюсь на чемпионат мира в Челябинске в августе. И в дальнейшем рассчитываю попасть на вторую Олимпиаду. В отличие от мужского состава, где несколько олимпийских чемпионов, это и Мансур Исаев, и Эрсен Голстян, женщины медали не выиграли. Но обещают, два года до Бразилии готовиться основательно. У нас хороший средний уровень, который мы хотим поднять сейчас. Да, отлично. До олимпийских игр нам это удастся. Маргарита Гурциева из Владикавказа успешно выступала на молодежных соревнованиях. Теперь у нее даже не мечта, а цель – выйти на новый профессиональный уровень. И все мне говорили, что ты не сможешь, ты такая вот хрупенькая, ты такая вот маленькая, ты такая-сякая, не сможешь, не сможешь. Я думаю, ну как это я не смогу? Перестанут все говорить, что не смогу, и я точно уйду тогда. Ну там уже и первые соревнования, там первые медали уже как-то затянуло, и сейчас я понимаю, что случайности не случайны, и замечательный вид спорта, и все супер. В июне состоятся соревнования на Кубе и в Венгрии. Часть спортсменов сейчас тренируются в Сочи, другие – в Турции. Но именно здесь, в отеле «Весна» дзюдоисты отмечают высокий уровень спорткомплекса Александра Карелина, где есть все условия для подготовки будущих чемпионов. Елена Взицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».